Инфляция в мае замедлилась по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс потребительских цен вырос на 2% в годовом исчислении. Таковы данные Государственного статистического управления КНР. Для сравнения, в апреле показатель увеличился на 2,3% в годовом исчислении. Однако, все в рамках намеченного государством плана, по которому CPI не должен превышать 3%. Майская статистика отражает тенденцию к спаду потребления. Управление также опубликовало данные по индексу цен производителей. В мае он снизился на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Зато, по сравнению с предыдущим месяцем, падение не такое сильное. В апреле показатель упал на 3,4%. Это указывает на то, что давление на сектор предложения ослабло. Я не думаю, что тенденция изменится в ближайшие 6 месяцев. Мы считаем, что все будет циклично с учетом цен на продукты. Мы уже видели это в начале года. Последние данные эти прогнозы подтверждают. Инфляция в установленных правительством рамках 3%. Так и будет до конца года. Мы не считаем, что это будет препятствием для властей того, что они пытаются сделать для поддержания экономики. ППА может выйти на позитивные показатели в течение ближайшего квартала или двух. Я думаю, что тенденции на понижение продолжаться не будет, по крайней мере в ближайшие несколько лет. Этот год может стать поворотным для индекса цен производителей.